Всем привет, ребят. Ну, спасибо Лизу, что представила. Ну, и теперь немножко расскажу. Зовут меня Саша Хритимской. Я уже лет 7 так в тестировщике, автоматизирую руками и так, и сяк. И там чуть... Ну, короче, в разных сферах. Там и геймдевом занимался, и веб. Ну, в основном веб, конечно. Мой основной профиль — это веб-автоматизация. Начинал я с Java, потом продолжил Python. Сейчас JavaScript с TypeScript. И также тренер. Например, я преподаю уроки по автоматизации тестирования. Докладчик на конференциях. Ну, это все меня очень попросили добавить. Этот слайд, я обычно его пропускаю, но меня попросили добавить. И я отучился в КПИ один семестр. Я тоже, можно сказать, КПИшник. Сегодня поговорим про такую штуку. Что такое автоматизатор тестирования? Ну, я так все думал, как это перевести к EA Automation. Ну, я перевел это как автоматизатор тестирования. И мы посмотрим, какие в основном требования к ним, что это за люди, как они работают. Ну, вот такой обзор профессии, собственно. Автоматизатор тестирования — это специалист, технический специалист, который занимается тем, что позволяет более быстро прогонять тестирование. То есть он занимается написанием специальных программ, которые тестируют программы. Это звучит так странно, но на самом деле это сейчас очень актуально, поскольку все очень хотят быстро-быстро всего выпускать. И руками просто очень тяжело это все успеть. Особенно, когда много рутины, то и какой-то простой рутиной, которую легко можно запрограммировать, то здесь автоматизатор как раз не помешает, скажем так. И востребованность сейчас довольно неплохая, поскольку все хотят быстро-быстро выпускаться, и такой специалист довольно ценный. Задача автоматизатора — это писать программы, которые будут тестировать программу. Ну, это называется автоматические тесты. То есть какой-то скрипт, какой-то ваш код запускает программу, например, это сайт, или это мобильное приложение, или это какой-то сервис в интернете, там API какой-нибудь, игра, неважно, что угодно можно тестировать, запускает, и через какую-нибудь лазейку в интерфейсе начинает прокликивать, проклацывать, проверять какие-то выходящие данные, входящие данные, там, запускать в это приложение и смотреть. Ну, на примере сайта, это, например, тот же Google там какой-то, мы можем открыть сайт, открыть браузер, запустить программными средствами, написать скрипт, который будет запускать браузер, будет переходить по страницам и будет проверять какие-то вещи на страницах. Ну, то есть это все делает как будто бот такой. Вот кто игры играет, то вот знает, вот там читеры, есть боты, там пишут, а здесь мы за это деньги получаем. Мы пишем бота и получаем деньги. Неплохо. Тесты должны проверять, вот что, ну, то есть какие-то оперировать входящими данными и проверять, что, собственно, наше приложение сделало. Ну, собственно, принцип тот же самый, что и у ручных тестировщиков, только подходы другие. Кроме того, это часто так как-то вскользь затрагивается, но автоматизатору часто приходится поддерживать всю эту инфраструктуру для запуска автотестов. То есть всякие версии браузеров, следить за ними, поднимать свое маленькое облачко с браузерами, следить за железом, за окружением, за как оно будет разворачиваться, запускаться, за базой данных. Ну, все это нужно подготавливать. Ну, обычно это автоматизатор сам себе это все готовит. Средний возраст, около 26 лет, в целом это приходят люди, которые уже тестировали руками, какой-то опыт есть ручного тестирования, но не обязательно. Часто, сейчас уже стало появляться так, что просто люди первой профессии выбирают себе автоматизацию. И, ну, опыт очень варьируется, то есть тут, ну, как-то так сложно сказать, но в целом, ну, где-то около 5 лет и где-то 3-5 лет ты уже можешь считаться там таким довольно крутым чуваком. И часто это вот автоматизация тоже, ну, вот люди уже научились хорошенько, так пишут тесты, все, много кода понаписывали. Ну, и начинают потом постепенно переходить в другие отрасли, типа разработки какой-нибудь, девелопмента, что-то типа того, или какие-то менеджерские позиции. Ну, здесь, в принципе, как и с ручным тестированием тоже многие люди уходят потом из автоматизации. Ну, это не страшно на самом деле, то есть многие остаются и развивают эту сферу дальше, то есть здесь ничего такого особо, совершенно нереального нет. Обязанности довольно обширные, но они нетипичные, скажем так, для, ну, сравнивая с другими, какими-то профессиями нашими в IT. Ну, анализ требований, это тоже требование, ну, та же, та же обязанность, что и у ручного тестировщика. Ты должен понимать, что ты будешь тестировать, какие, собственно, предметы твоего тестирования, что требуется от этой программы, которую ты будешь тогонять. Ну, тут очень помогает еще теория, знание теории тестирования, чтобы понимать, как лучше спроектировать свои тесты. Вот, ну, без этого, конечно, можно, но будет намного лучше, если ты будешь понимать, как ты лучше напишешь свои тесты. Какие-то ограниченные значения, все эти метрики, все, ну, то есть это очень, очень помогает. Конечно же, одно из основных, это писать код, разрабатывать фреймворк, который будет, собственно, позволять тебе быстро писать тесты и поддерживать эти тесты, настраивать окружение, настраивать сервера, инфраструктуру, все это нужно подготавливать. И тестовые данные, нужно не забывать про это, поскольку иногда тестовые данные могут очень много, много очень проблем может возникнуть тем, чтобы заготовить какую-то правильную базу данных с какими-то правильными какими-то значениями и какие-то хитрые технологии для баз данных, там, еще что-то. То есть с этим может быть много проблем. Но в основном это тоже, вот, заготовка данных, это в основном работа с каким-нибудь SQL или HTTP, то есть с какими-то этими техническими вещами. И, собственно, написание тестов, это, собственно, кодинг, как и разработка фреймворка, это тоже кодинг. И настройка всевозможных вот этих вот штук, упрощающих жизнь, типа Jenkins, TeamCity. Кто слышал про Continuous Integration? Поднимите руки. Хорошо, это уже неплохо. В общем, я про Continuous еще позже скажу, но пока просто поверьте мне на слово, что это нужно. И поддерживать то, что уже написано. То есть, ну, глупо писать тесты, а старое валится. Ну, нужно, если что-то там упало, починить это, посмотреть, почему упало. Возможно, это реальный бах в приложении. И, ну, нужно за этим следить. Анализ результатов, подготовка каких-то отчетов, документация, это тоже никто ничего не отменял. Плюсы. Плюсы – это то, что сейчас эта профессия очень востребована. Сейчас, в принципе, если вы тестировщик и умеете кодить, писать какие-то хотя бы примитивные автотесты, то это вам только очень большой плюс. Ну, все хотят хотя бы понимания от тестировщиков, что это за автотестирование и зачем оно нужно, какие у него возможности и какие у него вообще подходы. Потому это сейчас, ну, не знаю, больше половины вакансий. Это считается большой плюс иметь вот тут, ну, тестировщика, чтобы были навыки автоматизации. Ты, в принципе, вот сама позиция автоматизации, он немножко так от команды отдельно работает, поскольку у него свой фреймворк, свои тесты и не могу сказать, что он совсем, типа, исключен из команды, но он, как бы, может больше сам решать, вот что он может внедрять, ему меньше нужно, не так, как вот разработчикам нужно, я хочу эту библиотеку, да нет, подожди, давай поговорим, давай посмотрим, почему. Тут ты сам себе решаешь, часто ты там двое-трое человек автоматизаторов в команде и, ну, и довольно быстро можно с тобой договориться. Ты пишешь код, это вот те, кто любит писать код, то вот здесь это можно тоже развернуться, пахать есть куда и это круто, поскольку ты тоже пишешь код, он вполне серьезный может быть, ну, смотри, опять же, как писать, и разрабатываешь архитектуру, планируешь, добавляешь новые фичи, это хорошо. И сама отрасль, она довольно быстро, динамично развивается и всякие всевозможные новые штуки здесь тоже можно попробовать намного быстрее, чем в той же разработке, ну, именно просто программной разработке, а не тестов. И вот то, что для новичков очень круто, это то, что ты сразу видишь результат своей работы, ты пишешь какой-то скрипт, который делает какой-то тест, ты сразу видишь перед глазами, как у тебя стартует браузер, как он нажимает кнопочки, как у тебя там что нажимается, как там поля заполняются данными, и это очень-очень круто, поскольку один из таких серьезных камней, вот кто уже пробовал писать код, это нужно очень не кислое абстрактное мышление, потому что, ну, все, что ты пишешь, там у тебя там написал там какую-то огромную кучу кода, а на выходе у тебя там в консоли ноль вывелся, и ты такой вау, ну, то есть непонятно совершенно, нужно очень хорошо понимать, что код делает, а здесь ты видишь то, что делает код, ты видишь, как он кликает, переходит между страницами, там открывает, закрывает приложение, это очень помогает вот для начала программирования, вот понимать, вот это очень хорошо. Комьюнити автоматизаторов постепенно формируется, и сейчас довольно-таки уютненькая стала там свои конференции, свои форумы, уже там какие-то люди известные, широко известные в узких кругах, то есть, ну, вы не одни, профессия, ну, обрастает какими-то людьми, которые развивают эту подросток. Ну, и если вы хотите все-таки переходить вот к полноценной разработке софта, то, в принципе, это неплохой шаг научиться кодить, поскольку требования пониже, ну, там все дальше. Минусы. Бывает много рутины, но, в принципе, это везде, на самом деле, так, в любой, в принципе, в любой работе, в любой или абсолютно не обязательно даже идти, бывают какие-то временами, когда, ну, что-то нужно, да, нужно сделать, это скучно, но это нужно сделать. Ну, то есть, здесь рутина, она тоже есть. Вот, например, нужно каждый день проверять ваши тесты, как они проходят или нет, падают они или нет. Возможно, нужно их уже обновлять. И это все ничего, но когда тестов становится там больше тысячи или там больше двух тысяч, то, ну, это так можно подуныть немножко, скучать чуть-чуть. Ну, тут, опять же, в принципе, смотря как уже написан код, правильно? То есть, если написано хорошо, то править нужно будет меньше. Вот, вот эти люди, которые приходят с ручного тестирования, то им здесь попроще, поскольку они могут понимать, какие тесты реально нужны, а какие тесты мы можем выкинуть, не писать. Здесь вот помогают навыки тест-дизайна, вот именно оценить приложение. И если это все хорошо применять, то вот этой третьей проблемы и не будет, вот этой баланса между количеством и качеством. То есть, ну, но это все равно нужно это делать. Тут, в принципе, так же самое, как и в ручном тестировании. Ты пишешь какие-то свои сценарии и тоже должен понимать, а что же они будут проверять. Ну, здесь, в принципе, что-то особо новое. Тест нужно обновлять, поддерживать. Это, само собой, это везде. Любой код нужно поддерживать и обновлять, если ваше окружение меняется, если ваш сайт меняется. То есть, и из этого вытекает и следующий момент, что наши, ну, тесты, которые, именно UI-тесты, которые чего-то через пользовательский интерфейс пытаются проверять, они очень на него завязаны, на этот пользовательский интерфейс. Если у вас где-то кнопочка теперь уже не так стало называться, то ваши тесты могут начать упасть, потому что, ну, падать, поскольку они эту кнопочку найти больше не могут. И это такая типичная проблема. Поменяли верстку, там, сайт там перерисовали, поменяли какие-то атрибуты, какие-то там теги HTML и что-то поменяли и начинают падать тесты. Ну, и редизайн, переписать все тесты. Вот. Ну, это, в принципе, опять же, зависит очень от фреймворка, как он написан, но такая проблема есть. И сложно объяснить маме или бабушке чем-то занимаешься. Ну, я уже нашел ответ на этот вопрос. Я говорю, мама, я пишу программу, которая тестирует программу. И, ну, вроде как неплохо. Ну, моя мама, она просто инженер АТК на заводе, она тоже тестировщик, можно так сказать. Ей было немножко проще это понять. Но папа смирился просто, говорит, он код пишет. И все. Ну, то есть, как-то так. Можете просто говорить, что вы программисты. Тоже хороший лайфхак. И код в таких проектах автоматизации часто хуже, чем в основном продукте, поскольку люди пишут, ну, меньше опыта просто у людей. То есть, обычно, это, опять же, прошлые ручные тестировщики, которые только начали писать код. И потому качество кода, ну, желают оставлять лучшего, конечно, но это не обязательно. То есть, ну, это уже зависит от того, кто писал. Технические требования. У меня, на самом деле, много слайдов. У меня еще даже до половины не дошел. Так что вы не переживайте. Уметь кодить. Конечно, да, это одно из, одно из таких главных требований. Но здесь фора в том, что вам не нужно там знать какие-то супер нереальные паттерны программирования, какие-то там дикие алгоритмы, какие-то машинные обучения, еще что-то страшное. Нет. Здесь нужно знать базовые вещи, типа классы, методы, функции, уметь подключить какую-то библиотеку себе в проект. Если вы там, например, на Java, там, там, мы его нам это все подключить. Уметь читать код, переписывать его. Ну, какие-то такие базовые вещи, скажем так. Здесь не нужно какие-то там супер глубины языка, оптимизировать компилятор. Тут даже за перформансом часто не нужно следить. Поскольку основной упор в перформансе, когда вы пишете ваши тесты, то есть, ну, больше всего идет ожидание именно, когда страничка откроется, когда она прогрузится. И выполнение вашего кода, оно, ну, на этом фоне, там, ну, вы будете там, например, полсекунды, да, вместо там 0-2 секунды, там, что-то делать. Это абсолютно нивелируется тем, что ваши страницы очень медленные. И, ну, то есть, здесь даже за перформанс не так сильно нужно заморачиваться. Ну, то есть, минимум, это уметь писать код, подключать библиотеки и читать чужое и рефакторить. Это, в принципе, будет достаточно, но и в любом языке. Основные языки, которые используются, это Java, Python и, я бы сказал, наверное, Ruby или C Sharp. Это то, что используется для автоматизации тестирования в вебе. если вы хотите вот не прогадать, вот я хочу стать автоматизатором тестирования и хотите не прогадать, то сейчас, конечно же, это Java. То есть, вы учите Java, учите Selenium WebDriver, ну, в принципе, уже это, уже норм. Ну, то есть, там, 80% вакансий требует именно Java, или даже, может, 90% требует Java и Selenium WebDriver. То есть, но в целом, я могу сказать, что те проблемы, которые вы решаете, вот, будучи автоматизатором, они довольно типичны между всеми языками. То есть, тут нет такого, поменяли язык, теперь я заново, там, совершенно по-другому буду писать. Такого нет. Проблемы, они просто связаны с объектом вашего тестирования, с сайтом, или с каким-то мобильным приложением, или с чем-нибудь. Также сейчас, кстати, начинает появляться много автоматизации на Groovy. Ruby, как-то в последнее время подуныл, ну, PHP, он, как-то так, никогда особо не использовался для автоматизации, странно, но есть, тем не менее, есть проекты. Ну, если кто хочет вот супермодно-молодежно, по-хипстерски быть, там, совсем вот, совсем в тренде быть, то JavaScript. JavaScript, это сейчас вот такой, знаете, ну, совсем модно-молодежно. кто любит такое самое-самое-самое свежее, можете попробовать писать тесты на JavaScript. Английский, конечно, ну, уже про это говорилось, но, поверьте, без английского очень тяжело будет. Радует то, что, в принципе, ну, не требуется там какой-то нереальных, там, каких-то филологических знаний. Вы, если сможете читать, писать, хотя бы медленно со словарем, то все будет норм. И, иногда вам еще нужно будет на звонках каких-нибудь быть с заказчиками. Тоже, ну, нужно хотя бы два слова уметь сказать и услышать, что тебе сказали. Здесь вот есть такой лайфхак, чтобы вот не налажать вот с английским, да, вот вы не знаете, там, как что-то там сказать, что-то написать, пишите короткими фразами и очень просто. Это всегда работает. Там, два-три слова в предложении, там, ну, пять слов по чуть-чуть, маленькими кусочками пишите шаг за шагом и все, будет чудесно. А потом вы со временем наработаете и будет уже нормально. И Google Translate, конечно, без него вообще некуда. Ну, вот если я привел примеры, собственно, что, какие активити вам придется делать вот с английским, что вам придется делать, но, в принципе, я уже все сказал. Пользоваться системами контроля версий. Поднимите руку, кто знает, что такое гид или хотя бы слышал, вот пусть даже слышал. Чудесно. На самом деле, вы меня очень радуете. Вот гид, если вы освоите хотя бы на базовом уровне, типа там, гид, коммит, пуш, как откатить какое-то изменение, это будет хорошо. Для всех все эти системы версий нужны для того, чтобы вместе работать над одним кодом. Это раз. и нужны для того, чтобы вы, в случае, если ваш ноутбук внезапно зальется кофе или чем-нибудь и умрет благополучно, чтобы вы не бегали в панике и не говорили, что вот, весь мой код был на этой машине и все, я потерял два года работы. Потому, ну, без системы контроля версий сейчас уже не начинается ни один проект, по-моему, вообще. Даже когда я один работаю над каким-то проектом, я все равно завожу себе какой-то гид репозиторий, благо они все бесплатные. Заходите github.com, бесплатный аккаунт, регистрируйтесь, пользуйтесь сколько угодно, прекрасный сайт, все чудесно. Ну, вот, и супер много. И вот такой хак тоже. Все говорят, вот гид, и подразумевают, что это нужно зайти в консоль и начать в консоли там гид, коммит, там все такое. Я вас обрадую, 2017 год уже, и можно пользоваться визуальными клиентами, какими-нибудь типа github for desktop, которые, ну, просто у вас окошечко, где вы там будете кликать кнопочки, там писать сообщения, мега удобно, ринчи создавать, все такое. Ну, их много. Git Kraken, github for desktop, много разных. То есть, ну, если вам вот сложно с консолью, вы можете поставить, вас никто за это ругать не будет. Ну, и остальные, Perforce, Mercurial Subversion, иногда они, ну, на некоторых проектах они есть. Я вот долго работал с Perforce, но сейчас как-то в основном все-таки git. То есть, ну, если вы будете учить git, то вы не прогдать. Ну, его особо учить там тоже, в принципе, не так много. Уметь работать с консолью. Ну, здесь подразумеваю вот именно, как вот что-нибудь запустить из консоли. Вот скажите, у кого Linux стоит на машине? Или здесь таких нет? Вау. Супер. В общем, если вы умеете вот запускать из консоли и работать с консоли, писать какие-то примитивные хотя бы скрипты, вам должно этого хватить. Почему вообще это нужно автоматизатору? Опять же, из-за подготовки окружения. Вы пишете тесты локально на какой-нибудь Windows, ну, там, не знаю, МакОсь, у кого там что, на Linux какой-нибудь, а на сервере, где вы будете запускать эти тесты, у вас там не будет вообще ничего. У вас не будет ни экрана, ни видеокарты, ничего. И вам нужно будет настроить виртуальную видеокарту, к которой вы подключите виртуальный экран, и на который будет выводиться браузер. Ну, это звучит как взрыв мозга, но так оно и есть. По-другому, я не знаю способа, как запустить браузер на машине, на которой даже нет видеокарты. И для этого нужно знать вот всякие эти xvfb, хотя бы уметь гуглить и пользоваться из консоли, там, чего-нибудь ранить. Супершик будет, если вы еще будете знать Linux'у в плане написания каких-то своих скриптов и всего такого, поскольку, в принципе, в основном используется Linux. Ну, разве что, если у вас какая-то автоматизация, например, для iOS, для каких-то macOS-девайсов, то там уже, ну, боюсь, без Mac'а никуда. Дальше. Управлять системами сборки. Это то, что я затрагивал уже эту тему. Система сборки это такой, знаете, как шедулер. Вот, кто знает, в Windows'е есть шедулер, который позволяет вам, например, раз в день в 10 утра чего-нибудь там сделать. Это, скажем, такие супер-адвенст шедулеры, такие, знаете, как расписание устраивать, которые, кроме того, что могут там по времени запускать, могут еще на определенные события в вашем коде что-нибудь запускать. Ну, например, разработчик внес какое-то свежее изменение в код, что-нибудь поправил, и вы на каждое вот такое вот какое-то внесение изменений можете запускать всю свою пачку тестов, все тесты у вас, которые есть. И вам нужно уметь это настроить. Ну, часто это бывает необходимо. И вам нужно понимать, вот, как это сделать в Jenkins, Team City. Ну, вот этот третий, я его добавил, просто чтобы вы понимали, что не ими одними закончилось все. Но я честно скажу, что в основном пользуются Jenkins. Первый и второй. Сейчас там две версии, они довольно сильно отличаются. То есть, ну, надо хотя бы просто поставить его локально и посмотреть, поскольку это, ну, ну, очень упрощает всю жизнь, реально. Без нее тоже сейчас, без какого-нибудь Jenkins'а сейчас ничего толком не будет. И еще, потому что вот нужны хитрые всякие environment'ы для наших браузеров. Типа, например, для Explorer, чтобы запустить тесты в Explorer, нам нужна Windows, да, или, например, для MacOS, нам нужно Mac поднять с Safari каким-нибудь, да, вот на Safari мы хотим потестить, там, Chrome в Linux'е потестить, ну, то есть, вот эти вот всякие, куча зоопарк, всяких браузеров и операционок, то очень удобно это все виртуализировать и запускать это все виртуалками. Есть такие решения, называется Vagrant и Docker, это все бесплатно, кстати, ну, кроме Team City и этого, вот это все, Jenkins, Vagrant, Docker, это все бесплатно. это позволяет вам создавать ваши такие повторимые окружения, переносимые. Это, как знаете, как образы виртуалки и вы можете их передавать, пользоваться ими. Ну, в общем, тоже сейчас вот Docker, это хотя бы нужно про него слышать и не пугаться, что такое Docker файл. Вот, ну, я вам скажу так, если вы будете разрабатывать, хотите идти в программисты, то, ну, боюсь, сейчас без этого уже никуда. Ну, оно упрощает очень сильно жизнь. Вот, кто уже сталкивался с программированием, с какими-то окружениями, то не слышал еще про это, то это вам может очень сильно упростить жизнь. Ну, то есть начать это использовать, это ускоряет вообще все. Знать принципы тестирования. Ну, это я все перечисляю, что автоматизатору было бы хорошо. Ну, здесь, в принципе, ничего нового я вам не скажу, поскольку Саша уже много рассказал про тестировщиков уручных, но здесь вам это поможет, чтобы правильно писать ваши тесты, чтобы не писать лишнего и не писать меньше, чем надо, правильно оценить, что вы будете покрывать, что нет. И вот эти все вещи, которые вы, если будете учить тестирование, там, ознакомитесь в той или иной мере, здесь они тоже пригодятся, поскольку мы пишем тоже тесты, и, ну, это все тоже будет вам очень помогать. Да, ну, здесь, я думаю, не будем сильно смотреть, ну, все-таки про автоматизаторов, они пророчены, HTTP. Ну, HTTP уже стандарт, там, де-факто, наверное, для передачи почти всего, что можно. Ну, понятно, это не единственный протокол, но в то же время почти все API сейчас работают через именно HTTP. и веб-автоматизация и API, она вся построена на этом протоколе. Опять же, много знать не нужно, но хотя бы понимать, как сделать этот несчастный запрос и не пугаться, когда вам говорят, почисти куки-файлы и запиши туда свой куки-файл какой-нибудь, да, ну, то есть нужно понимать это. Ну, если, ну, то есть, если честно, там много не нужно, там буквально пару дней вам хватит, если вы вдумчиво хорошо понимаете основы, то HTTP не так сложен, вот, ну, не так много его нужно знать. Здесь не какое-то низкоуровневое, знаете, сетевое какое-то общение, а JSON, XML, все это фигня, очень простое все. Форматы данных и SQL. Ну, SQL зависит от того, какой у вас будет проект, нужен вам он или нет. Часто бывает нужен зачем? Чтобы готовить тестовые данные. Вот я уже затрагивал это, что много нужно готовить тестовых данных. И один из способов подготовить тестовые данные, это подключиться к базе напрямую, через тестов прямо, и вставить все наши данные прямо в базу, инсертами, наинжектить, вот очень брутально, в лоб, и фрагмисты хватаются за голову. Ужас, что ты наделал? Как так можно? А ты, нет, тесты гонять надо. И, да, это, ну, бывает нужен SQL. Кроме того, сейчас еще много модных новых молодежных штук, типа, но SQL, или там вот Google даже анонсировал недавно, как оно называется там, супер SQL, по-моему, или как-то так, или new SQL, что-то такое. Ну, в общем, теперь все, кто пишет nice SQL, но SQL уже все, уже не в тренде, а теперь в тренде это вот этот вот new SQL от Google, так все быстро меняется. И, ну, ну, в общем SQL нужен именно для подготовки данных и какой-то сверки. Знаете, вы прогнали тест, вы можете потом взять из базы данные и посмотреть, вот что, собственно, у вас реально попало в ваше хранилище. Ну, и форматы данных CSV, JSON, XML, ну, это очень просто, то есть, ну, вам там хватит по полчаса на каждый, чтобы понять, что это такое, то есть, это, ну, не сложно, это текстовые форматы, там особо каких-то хитрых правил нет. И, ну, никакой логики, ничего, просто формат данных. Но это нужно, поскольку, например, многие отчеты из ваших автотестов, они как раз сохраняются в XML формате. Кроме того, общение, если вы, например, у вас HTTP какой-то клиент есть, ну, какой-то сервер, да, вы API какой-то дергаете, то там общение будет, скорее всего, идти как раз XML или JSON. То есть, ну, это надо знать. Ну, это, слава Богу, это очень быстро узнать. Это можно даже маму научить читать JSON. То есть, вот, вот вам пример JSON. Вот, а вот XML. Если кто не знает, то, если кому надо книжки, кстати, по XML, я могу скинуть. Вот, хорошо. Так, и, ну, в общем, я все здесь вам сказал. Небольшие особенности, вот, просто есть некоторое направление автоматизации, мы посмотрим пару, но, кроме того, есть их много-намного других. Вот я уже затрагивал, что есть веб-автоматизация, и под этим я подразумеваю именно тестирование сайта. Открыть сайт, поклацать по нему, посмотреть, что, как он работает. Давайте посмотрим, что здесь вообще творится. В автоматизации веба, именно веб-сайтов, сейчас, по сути, только один инструмент, который, ну, 98% случаев, наверное, используется, это Selenium WebDriver. Он опенсорсный, бесплатный, это очень хорошо, в библиотеке все, весь код наружу лежит, бери, пользуйся, нищи никаких проблем. И, в общем-то, если вы его посмотрите на эту библиотеку, Selenium WebDriver, напишите какие-то свои скрипты, то это будет очень-очень-очень круто, поскольку, ну, это стандарт де-факто, вы его учите и, ну, в принципе, почти вся веб-автоматизация, неважно, какой язык, у вас будет одна и та же библиотека. Ну, там будет синтаксис отличаться, но принципы работы будут одни и те же. Она написана уже под все, что только можно, там, разве что, только на каком-нибудь, не знаю, там, каких-то совсем эзотерических языках, на Java есть, и всех Java-подобных языках, вот этих на JVM языках, типа, Groovy, Scala, вот это слышал, там тоже это все работает, Python, 2.5, 3.7, C-sharpы старые, новые все, Ruby, я не знаю, что там с версиями у них, ну, JavaScript, TypeScript, CoffeeScript, и все эти скрипты, которые в JavaScript компилируются, там тоже веб-драйвер прекрасно работает. Кто любит функциональное программирование, есть реализация для Haskell, для Elma, ну, там своя атмосфера, я туда лезть не буду. Objective-C, Perl, Перловка и PHP, вот. В общем, почти везде есть Selenium WebDriver, берите любой язык и можно приступать, пробовать. Очень круто, кстати, я писал ботов для игры, вот именно на Selenium WebDriver, поскольку он очень точно пытается повторить действия пользователя, ну, то есть он заходит на сайт, все клики, все, очень тяжело серверу понять, что это не настоящий пользователь нажимает, и я писал бота, который мне там накликивал бесконечное количество всяких ресурсов, ну, прикольно было, тоже неплохой опыт. И если мы говорим про веб, то здесь нужен HTML, CSS и XPath. CSS не нужен весь, вот эти всякие там background, color, весь этот мрак, это все не нужно, вам нужны только маленькая часть этого CSS, которая называется CSS-селекторы, это для того, чтобы находить элементы на странице. И XPath, собственно, тоже поэтому и нужно, чтобы находить элементы на страничке и взаимодействовать с ними. Ну, HTML просто, чтобы понимать, где мы, собственно, ищем, поскольку большинство времени вы сидите в браузере с включенным F12 в DevTools и через Ctrl-C инспектить эти элементики. Вот. Нужно знать какие-то особенности браузеров и какие-то моменты в верстке, вот как вообще люди верстают, это тоже будет очень хорошо, вам понимать, вот, что, собственно, ну, как оно все работает на странице. Ну, кстати, часто потом уходят, вот автоматизаторы уходят в фронтенд, поскольку уже так много опыта получили с сайтами, что потом написать свой уже не проблема совершенно. Вот. Вот где-то так вот выглядит задача для тестировщика автоматизатора на вебе. Ну, напиши-ка тесты на вот эту форму. Ну, и ты начинаешь. Ищем это поле, ищем это поле, все эти поля, находим, локаторы все эти находим, сюда отправляем какой-то текст, сюда какой-то email, там выбираем дропдаунчики, дата, а здесь, видите, здесь вот календарик маленький, а с ним тоже нужно нажать, появится окошко, нужно там тоже чего-то понаписывать, скрипты, которые будут там клацать все это. Все это по шишкам нужно расписать. И опять же, мы заполнили ее, но это мало, нужно проверить негативные кейсы, позитивные кейсы, проверить, что оно там с кривыми данными не сохраняется, тут там какой-то error показывается, тоже нужно найти элемент с error, там проверить, что он видимый и все такое. Ну, в общем, таких много тонких неочевидных вещей и начинаешь смотреть на страницу совсем по-другому. Ну, как-то так. Ну, да, и где-то, где-то, ну, это не обязательно, кстати. Я, например, писал автотесты вообще для игрушки, ну, не игрушки, это была как комната такая между логопедом и ребенком, и там они сидели как в скайпике вместе в одном, на одной страничке, и там можно чего-то рисовать на этом доске, и в другом браузере тоже должно было это видно быть, и у тебя, получается, стартует два браузера, ты там между ними чего-то какие-то штуки делаешь, ну, было интересно на самом деле, мне понравилось. Там нужно было даже веб-камеру заглушать, у нас была веб-камера, нужно было вместо нее подсовывать свой видеопоток и тестировать это все. Очень круто. И мобайл. Я не буду затрагивать здесь API, поскольку API там больше, в принципе, к программистам, но мобайл, сейчас это тоже очень модно-молодежно, многим нужны автоматизаторы мобайла, и у мобайл своя немножко атмосфера, поскольку здесь пользуются эмуляторами. Ну, реальные девайсы тоже пользуются, но часто гоняют на эмуляторах. Здесь нужно понимать, вообще, как эти эмуляторы стартуют, как они работают и все такое, и уметь самому запускать программные эти эмуляторы, подключаться к ним, ну, все это нужно уметь. здесь у вас уже вместо страниц какие-то экраны, по CSS искать уже не получится, только там XPASS, ID-шники, всякое такое. Это очень модно, молодежно, многие хотят себе специалистов, которых умеют автоматизировать мобайл, слава богу, здесь не нужны реальные девайсы, чтобы учиться автоматизировать, но если вы хотите там под iPhone, вот здесь, по-моему, это iPhone, я не уверен, вот, если вы хотите iPhone автоматизировать, то вам нужен будет макси равно, поскольку эмуляторы iPhone стартуют только на Mac, ну, и на Windows тоже, можно сломать все. Вот как-то так оно и получается. Есть еще такие нюансы, вот, например, вот кто Facebook пользуется на мобильнике, уже замечали, да, когда, например, нажимаешь какую-то ссылочку, а у тебя не браузер запускается, а тут же в этом окне просто, типа, сайт начинает адресовываться прямо внутри Facebook, а у тебя сайт. Это называется WebView, и это по сути вот сайт в аппликейшене, и это тестится совсем по-другому, то есть в мобайле там, типа, есть нативное приложение и есть WebView приложение, и там у них разные подходы к тестированию, тоже это нужно учитывать. Что из-за инструментов? Ну, здесь веб-драйвера как такого нету, но есть штука, которая похожа на веб-драйвер, которая называется Apium. Это по сути вот такой, знаете, коннектор из мира веба в мир мобайла, и вы тоже пишете тесты на привычном веб-драйвер вот этом вот синтаксисе, но он подключается через эмулятор, через Apium, и вы тестируете уже нативное какое-то приложение. Есть другие решения, типа Колобаш, для андроида есть еще Cylindroid, Robotium, для iOS вот Xcode, они, ну, сам Apple предоставляет инструмент, там нужно писать на JavaScript, именно UI-тесты, которые будут клацать по iOS-приложению. Ну да, инструментов здесь в принципе побольше, но все равно, ну, где-то вот так вот выглядят нюансы тестирования веб-мобайл, мобайл. У вас миллион тысяч девайсов, которые подключены по USB, постоянно на зарядке висят, вы знаете, там, где у вас что, запускаете тесты, вайпаете эти девайсы, поставили они в каком-то факторе рецепт моде у вас, это нон-стоп, и здесь основной нюанс в мобайл-тестировании то, что девайсов и операционок еще больше, чем браузеров и каких-то десктоп-операционок. Здесь одних версий андроида, там, ну, штук 4-5 актуальных, минимум, мажорных только вот крупных обновлений, а каких-нибудь мелких там вообще не счесть, а плюс еще локализации всякие арабские, китайские, а плюс еще куча всяких сенсоров в телефонах, типа блютузов, там, инфракрасных, там, вай-фай, там, то-се, миллион всего в телефонах напихано, но, слава богу, что сами приложения часто попроще, чем на десктопе, вот, но зоопарк девайсов, конечно, очень-очень мощный, и тут нужно понимать, на чем мы будем тестировать, а на чем мы не будем тестировать, тоже опять же как-то оценивать свои риски. Будущая профессия. Будущая профессия довольно хорошая, поскольку сейчас уже вот типа поговаривают, что там ручное тестирование умирает, ну, конечно же, это не так, но вот этих вот хочется всем уменьшить рутину, понимаете, ну, когда вам тысячу первый раз нужно открыть этот же сайт и опять проверить эту же кнопочку, что она именно красная, а не зеленая, то это, ну, можно заскучать, даже самый какой-нибудь трудолюбивый тестировщик очень быстро может заскучать, когда его тысячу раз заставить эту кнопочку проверить. Робот же не устает, робот может тестировать эту кнопку хоть миллиард раз, он не скажет вам все, нет, хватит, я увольняюсь, я больше это не буду тестировать. Робот всегда точно проверяет только то, что вы ему скажете, это как минус, так и плюс, то есть вы четко знаете, что у вас не будет вот этого эффекта пестицида, когда, знаете, глаз уже замылился, и вы вот тестируете, а вот у вас там какие-то эксепшены летят, а вы просто уже настолько привыкли, что даже не замечаете. Вот кто работал с какими-то глючными программами, вот волей, знаете, какой-то заставляли вас работать с какими-то глючными программами, то вы понимаете, как уже оно тормозит, но вы это воспринимаете как нормально, и робот никогда не воспримет это как нормально, как вы его запрограммируете, так он и будет проверять, вот скажете ему три секунды подождать, он не будет 15, он именно после трех уже выкинет вам exception. Плюс чистые мануальщики, вот все-таки это как уже больше как раритет постепенно становится и я в принципе считаю, что будучи с какими-то универсальными ребятами, но здесь загадывать сложно, в любом случае это плюс, уметь программировать любому айтишнику это плюс. Развитие всего этого веба, мобайла, все эти самые модные технологии, когда мы пишем раз и запускаем везде все, ну то есть вот эти вот javascript везде, там react native, там electron.js, все эти штуки, которые позволяют вам писать приложение для какой-то одной платформы, а потом легко его запускать везде, где угодно, но еще хуже вот заставляет автоматизаторов работать, еще больше нужно работать и многие верят, что вот автоматизация, она спасет, ускорит тестирование очень сильно. Может и так, посмотрим. Так, здесь я оставил пару ссылочек, что почитать, и я можете не вглядываться, я специально сделал маленький шрифт, чтобы вы просили презентацию, а не фотографировали, потому, если у вас есть вопросы, то задавайте их сейчас, буду рад на все ответить. И у нас еще есть, у нас еще есть для вас тоже блокнотики, спрашивайте. Сильно сложно, да? Не стесняйтесь. Можете даже глупые вопросы спрашивать. Да, смотри, я пришел как ручной тестировщик, но буквально через месяц-два я уже начал чего-то пописывать на плагине для браузера, который называется Selenium IDE. Если вот кого-то интересует, вот как стартануть, да, то я бы как делал? Я бы вот это все, что я вам рассказывал, да, что нужно уметь, я бы это фония подтягивал и поскорее бы начинал кодить, ну, писать бы какие-то примитивнейшие скрипты. Хороший вариант начать. Можете записать, я почему-то не добавил это в презентацию. А? Уроки, какая-то литература тоже опять. Да, это все есть, платное, бесплатное, всякое есть. Ну, и документации, в принципе, хватает. Больше всего этого будет на Java, конечно. Если ты будешь вот писать веб-драйвер на Java, то там примеров больше всего. А чтобы просто вот попробовать, как это вот писать автотесты, то запишите Selenium IDE. Я просто вот забыл почему-то добавить. Это плагин для Firefox, где вы прямо вот через запись действий можете составить себе какие-то автотесты, которые будут вам чего-то делать на страничке. Очень прикольная штука. Я с нее начинал. Да. Я просто запишу, что нейронка. Кого-кого? Нейронку. Нейросеть. Ну, смотри, это уже не веб и не мобайл автоматизация. Это, ну, там есть свои подходы. Ну, смотри, чтобы обучить нейросеть, тебе же нужно есть кормить какую-то пачку данных, научить ее на чем-то, какой-то каких-то данных. Собственно, тут ты будешь от этого отталкиваться. Ты будешь заготавливать просто килотонны, просто кучу данных, валидных, невалидных, таких всяких, от которых ты четко будешь знать, какой ты будешь ждать результат. Это очень свежая и новая тема. Если честно, инфы по тестированию нейронок очень мало. Сейчас, ну, все просто в шоке, еще не знают, как даже писать. А тут еще и тестить это, ну, все надеются, что оно работает. Здесь, смотри, если ты имею в виду, как проверить перформанс, вот что оно не падает под большой нагрузкой, то для этого есть инструменты. Это тоже такое ответвление и автоматизация. Для нагрузочного тестирования. Да, да, да. Нагрузочное тестирование. И тут такой наш симбиоз API тестирования и нагрузочного. Ты будешь свой сервер проверять целой кучей запросов всяких разных и смотреть, что он адекватно реагирует. Это очень дорогое тестирование, вот, проверить нагрузку, поскольку тебе нужны сервера, максимально близкие к продакшену. А на продакшене, ну, вот, в проде, у тебя должны быть очень мощные сервера, а тут еще и столько же нужно для нагрузочного. И это, ну, по деньгам очень дорого, но оно себя, конечно, оправдывает. Ну, здесь в основном идут замеры на потребление винчестера, ну, вот, как винчестер потребляется, как оперативка, процессорное время, сетевые запросы, именно сколько трафика и ответ сервера в целом. То есть ты делаешь запрос какой-то, да, например, а, забукай мне машинку в Uber, а он тебе, например, там, через, там, сервер пошуршал, пошуршал своим алгоритмом и там через 15 секунд выкинул, там, какую-то там машинку подходящую. И тут ты говоришь, нет, 15 секунд сильно долго. И понимаешь, ты вот эти замеры, время ответа сервера замеряешь. Да. Да. Я бы сказал, что мне то ли для тестования, звичайного веба, нагрузочного тестования? Нагрузочного, да. Смотри, инструментов много, тут смотря какой тебе язык больше нравится. Например, на JavaScript, ну, сейчас так сходу не скажу, там есть вещи, напиши мне, слушай, я тебе обязательно скину. Есть на Python, я знаю, Lopus Tio, на Java, там, да, на плекуха, G-метр, на Scully есть этот, Gatling, Yandex Tang тоже есть на Python. В общем, инструментов хватает и платных, и бесплатных. На JavaScript тоже что-то есть, вот просто я ни разу не слышал, чтобы кто-то тестировал именно JavaScript нагрузку. Я тебе вот честно скажу, ты вот первая, кто у меня спросил, как на JavaScript. Дайте блокнотик девушке. Света, дай блокнот. Не слышит меня. Света, дай блокнот. Девушка в зеленом пальто за вопрос по перформансу с... Ничего страшного, хорошие вопросы значит спрашивают. Там находят левочки и ручки. Да, да. Ты можешь попробовать, я ты будешь первая в этом направлении. Еще вопрос. Всем устали. Саша, что делать с синером, это такой насущный вопрос, я вас слышал от моего. Что делать с синером, у которых уже зарплата 2-го в 2 тысячи. Ну ладно, бедлы хорошие. Так это немного, 2 тысячи. Не, ну типа вот блокнот начал, например, подвижки в автоматизацию, по-моему, идти в автоматизацию. То есть если он полностью двинется в автоматизацию, это будет увеличение по зарплате. Ну конечно. Есть ли какие-то типа полуцей? Да, есть лайфхак. Ты увольняешься с работы и идешь на другую работу как автоматизатор. То есть не на текущей работе переходишь на другую, а именно идешь и говоришь, а я уже автоматизировал. Ну это, знаешь, такой подлый вариант, конечно, но он рабочий. Ну как уже себя представишь, ты можешь опыт подогнать. Тут уже, да, ну такой, знаешь, вопрос тонкий, это всегда такой вопрос. Ты переходишь в новую отрасль, ты должен чем-то поступиться, знаешь, или очень много работать, чтобы, знаешь, никто не заподозрил, что ты ничего не знаешь, да, вот. То есть ты типа пришел, да, все знаю, сейчас мы все затестим, все офигенно, напишем все, что надо. А ты ничегошеньки не знаешь, ничего вообще. Я вот так приходил на питоне писать. Я прочитал там пару книжек, там, ну что-то пописывал, да, и меня кинули на проект жесткий такой, с питоном, там вообще капец. И я просто там вот первый месяц очень сильно попотел, но потом я такой level up получил, что, ну то есть развитие было, наверное, самым быстрым за год, наверное. Ну новый язык за месяц-два выучить, это не шутки тоже. Да. Такое питание практичного сместа. Допустимо, часто теоретично ты приходишь на работу в проект, який, в принципе, еще можно вважать стартапом. А ты идешь на посаду QA, но, кроме того, QA там больше нема. То есть, если были какие-то какие-то вопросы по тестированию, то просто разработчик тестировал там свой код сам и шукал багажей. Такое питание, как с джуниора перевестися на просто QA, или подрости, если, в принципе, не маешь чем сравнивать? Надо нанять кого-то. Ну, в проект, если ты один тестировщик, ты чувствуешь, что ты растешь, нужно кого-то нанять, чтобы ты менторировал. Тогда, смотри, ты сразу автоматом становишься там мидл-сеньор, а тот будет, типа, твой тройник, понимаешь? И ты уже тогда, типа, уже, знаешь, можешь говориться, я директор отдела тестирования, там, да? И у тебя опыт еще плюс обучение каких-то людей, ты передаешь знания, все, ты есть с кем посоветоваться. Но если ты, типа, долго работаешь, я бы кого-то нанял. Сейчас куча голодных джунов, которые готовы за любые, чуть ли не за опыт, работать. И, ну, я не вижу смысла, почему этим не нанять человека, не попробовать. Ну, я бы делал так. Ну, потому что, понимаешь, в любом случае, рано или поздно, один тестировщик, это риск всегда. Ну, есть такое понятие, вот, знаешь, бас-фактор, типа, фактор автобуса. Вот тебя завтра сбивает автобус, не дай бог, конечно. Ну, так просто в истории звучит. Это ты с песней слов не выкин. И кто будет тестировать, понимаешь? А тестировать некому. И потому нужно, чтобы команда, она, знаешь, как бы могла выкрутиться даже без потери какого-нибудь одного бойца. Звучит, знаешь, сурово, но это, что-то в этом есть. Еще вопрос? Да. Вы называли подсективные технологии, ну, для жаваскипта, типа, сільноводная молодежь, они уже на другом месте по рейтингу, языков программирование. Джаваскипт? Да. Да. Так медленно разговариваю. Смотри, здесь понимаешь, что жаваскипт очень быстро развивается, но вот именно в автоматизации, в автоматизации пока все-таки джава очень сильна. Я, кстати, я вот двумя руками за джаваскрипт в автоматизации тестирования, и я даже вот веду уроки, которые студентам, то я на джаваскрипте преподаю. Про трактори? Да, 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 про трактор. Про трактор джейс. Ну, я сейчас просто верю, что вот за этим будет будущее, понимаешь, я готовлю, знаешь, сани летом, там, а еще там лыжи зимой, я не помню. Ну, наскільки я знаю, там просто потребуется, чтобы тайпскрипта переводил на джаваскрипт. Можно сразу на джаваскрипте писать. Ну, то есть, как тебе удобно. Ну, а даже он запускается в серии на джаваскрипте. Ну, смотри, я пишу сейчас на джаваскрипте, но он компилится в джаваскрипт. Но ты можешь сразу писать на джаваскрипте. Ну, тут уже надо на проекте решить, как вы хотите работать. Я, конечно, сейчас предпочитаю писать на джаваскрипте, если есть возможность. Он, ну, на нем писать удобнее просто. Он сложнее немного, но на нем удобнее. Выпрацевал с PhantomJS? Да. Доксик на его получат? Нет. Он сейчас, понимаешь, в чем прикол? Он, конечно, клевый и он типа такой заявлен как быстрый, который не запускает там окно, ничего, оно где-то там в себе в памяти все отрисовало, но нюанс в том, что ты, когда пишешь автоматизацию, тебе нужно тестировать, как оно будет у реального пользователя, а реальные пользователи PhantomJS не пользуются. И плюс у PhantomJS у него устаревший движок внутри. И я бы все-таки, если нужно тестировать, то я бы не пользовался Phantom, а Chrome, запускал бы Chrome. Ну, самый, наверное, сейчас востребованный браузер. Phantom хорош, когда тебе не нужно, когда, когда тебе наш, например, нужно просто с сайта выгрузить тысячу данных, знаешь, вот там какой-нибудь интернет-магазин, тебе его нужно спарсить весь, пройтись. И ты тогда запустишь Phantom, тебе не важно, как оно там, что будет. Тебе нужно просто выгребить из него весь текст, понимаешь, например, тогда да, тогда Phantom хорош. Но когда ты хочешь либо потестить сайт, вот именно чтобы пользователи потом пользовались им, да, вот какие-то реальные юзера, то это не самый хороший выбор. Допустим, есть проект SEO-оптимизации, и треба спарсить данные по двошуковым запитам. Да. Но, например, за ночь не встигает спарсить по двом пошуковым мережам и отримать данные. Какие прокси можно додать еще? Ой, ну это такой уже вопрос, знаешь, как обойти лимиты на запросы. Да прокси миллион. Ну, там их целая куча есть. Есть платные, есть бесплатные. Ну, это не совсем вопрос к автоматизации, но ты можешь использовать веб-драйвер для этого. То есть он будет открывать, как реальный пользователь, сайт, и, ну, будешь получать с него все, что тебе надо. Но тут вот с проксами это отдельный вопрос. Тут, ну, я просто, я там ботов писал, да, но это немножко другое. Ну, слушай, меня уже очень просят закругляться. Если тебе интересно, то я тебе могу дать визитку, ну, или кому там еще интересно, может что-то. Да, да, вот мой сайт, на нем все мои контакты есть.